Я всегда за то, чтобы был порядок у нас, как и раньше был. А насчет станции этих не слышала. Но подписали ли бы вы такое писать? Не знаю, трудно сказать. Это надо разобраться еще. Понимаете? Но я вообще за порядок, за мир, спокойствие в своей стране. Я только за это. Меня больше ничего не интересует. Ну, я слышала, но меня никто не принуждал, потому что я работаю уже давно на себя. И, в принципе, эта ситуация меня не сильно касается. Поэтому, наверное, больше ничего про это сказать не могу. А ты подписали бы вот эти вещи? Почему? Наверное, нет. Ну, зачем подписывать то, что принуждают? Можно же нормально всегда разобраться. Думаю, что нет, наверное, не подписывала бы. Ну, хотя смотря какая там ситуация, просто не изучала этот вопрос. Ну, нет, наверное. Думаю, что нет. Ну, если это плохо для людей будет, да, то есть требуют тут свободы и прав. А получается, что наоборот, наверное, нет, не подписывала бы. Но, опять же, если коллектив сидит, боится, да, и говорят, подписывайте, то увольняйте. Ну, что, работы нет? Работы хватает. Особенно в 21 веке. Поэтому я не думаю, что это большая проблема. Ну, просто у кого-то честь есть, у кого-то нет. Наверное, так. Калибр меня промышали, я ничего не подписывала. И все, что делается для общего блага, так называемого, это все фикция и просто рисуночки какие-то. Нет. Я бы не подписала, но я на пенсии. А почему бы не подписали? Ну, каждый человек в нашей стране должен быть свободным. И принуждать насильно, наверное, это неправильно. Вот. Поэтому, как кто поступит, это на его, как говорится, совесть останется. Не, против насилия, конечно же. Я от прочего, это против насилия. Ну, не важно подписаться. Нет. Чула, але я бы не подписывала. И, ну, потому что это примусово, и у каждого есть свои какие-то взгляды. Вот. Нет, пока что мы ничего не подписывали. У нас дистанционное обучение в лингвистическом университете. И, в принципе, пока что никаких новостей об этом, по крайней мере, официально мы не слышали. Вы подписали в это? Почему? Честно говоря, пока не знаю, не обдумывала этот вопрос. То есть это надо, конечно, все почитать более глубоко, чтобы как-то прийти к чему-то. Ну, а в Оголе, я понимаю, что правильно были уже при санкции судно избирались? Я думаю, что это все тяжелые политические вопросы, но мне кажется, что это было очень несправедливо, потому что от санкций в итоге пострадают обычные люди, которые, в принципе, ничем не виноваты перед тем, что произошло и как это все случилось. Нет, я про этот лист ничего не слышал. Я думаю, что люди сами примут решение взвешенное, продуманное. И рано или поздно, я думаю, что будут перемены, и будут перемены в лучшую сторону. А ты подписали в это? А ко мне никто с такой просьбой не подойдет, потому что я, как правило, имею свою точку зрения. Вот. И если меня спросят ее выразить публично, я ее выражу. Но когда подойдут, тогда я и отвечу на этот вопрос. Нет, не слышал, но и не подписал бы. Ну, как-то недоверительно отношусь к подобного рода, так сказать, требованию. Ну, против этого всего. Я понимаю, что эти правильные были в принципе в этой санкции? Думаю, что да. Почему? Ну, потому что как-то надо повлиять извне на политическую обстановку. Что-то, какие-то отголоски про письма, разговор идет. Но я считаю, что в любом случае раскачивать ситуацию в республике не надо. Оно ни к чему хорошему не приводит. Нужно, чтобы люди все успокоились. И, как говорят народы, чтобы все устаканилось. Потому что одни люди идут против других, и не всегда все понимают, кто чего хочет, и ради чего все это делается. Я думаю, что люди должны все успокоиться, и каждый должен заниматься своим делом. Если вы корреспонденты, значит, собирать информацию и давать ее объективно. Если я работаю на производстве, я должен заниматься производством, понимаете? Те, кто призывают к тому, чтобы люди остановили производство, все. Это значит, сегодня в пекарне не будет выпекать хлеб. Против санкций Беларуси? Конечно, потому что те, кто призывает, чтобы из-за рубежа выехали люди оттуда, или те, которые находятся здесь и обращаются к зарубежные страны, чтобы ввели какие-то санкции против Беларуси, это не абстрактная Беларусь, это вы, я, вот товарищ и другие. Это значит, будем страдать мы от этих санкций. И что это даст? Они хотят, чтобы потом эти мы возмутились и вышли против правительства. Но это контрпродуктивно, понимаете? Уважающий себя человек не пойдет просить кого-то, чтобы делали пакости в твоей стране, где ты живешь. Безумовно. Подписались? Конечно. Ну как, а что санкции вводят из-за каких-то, понимается, дураков? Тихановских и прочих, которые революционеры называются. Революционеры были на каторгу, шли в тюрьмы, ссылки, а то удрали за границу, оттуда командую. Что это за ерунда такая? Конечно, уже подписался. Продолжение следует...